Добрый вечер, уважаемые клиенты компании Амаркетс. Я рад вас приветствовать на нашем очередном занятии. Прежде всего, хотелось бы уточнить, хорошо ли меня видно и слышно. Добрый вечер еще раз. Я так понимаю, сейчас все в порядке, то есть мы можем уже начинать работать. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня хорошо видно и слышно, и мы уже перейдем к изучению нашего материала, который я подготовил для вас на сегодняшний вечер. Спасибо, Марина и Дмитрия, за обратную связь. Наша тема сегодня заявлена как основные ошибки начинающих трейдеров. Это уже не первый вебинар на подобную тему. Мы уже общались с вами по данной проблеме и обсуждали в том числе и методы, то есть инструменты, как можно бороться с этими ошибками, как можно по возможности их минимизировать, чтобы они не мешали и не оказывали какое-то негативное влияние на вашу торговлю. Можно сказать, что сегодня тема у нас не совсем рыночная, скорее околорыночная. То есть мы говорим сегодня о каких-то технических индикаторах либо о уровнях поддержки, сопротивления. В том числе не рассматриваем какие-то фундаментальные особенности, фундаментальный анализ, макроэкономику. Но, тем не менее, нужно сказать, что данная тема является также очень важной. Потому что кто-то говорит, что от психологии вообще зависит на 90% наш успех в трейдинге. Кто-то отводит этому аспекту чуть меньшую роль, говоря о том, что грамотная торговая стратегия, выстроенная торговый план, помогут справиться в любой ситуации с какими-то сложностями в трейдинге. Лично я считаю, что психология занимает очень важное место в нашей деятельности трейдеров. Потому что все-таки так или иначе мы испытываем довольно серьезные эмоции во время торговли. Они могут быть связаны как с рыночными колебаниями цены, состоянием нашего счета. И чаще всего, конечно, мы очень много думаем на темы, какие-то, может быть, второстепенные. Выдвигаем различные сценарии поведения. Чего-то боимся, либо наоборот безмятежно относимся к той или иной сделке. Хотя, казалось бы, как оказывается потом, стоило быть очень аккуратным именно в тот момент времени и вовремя позаботиться о своих рисках. В любом случае, я считаю, данная тема очень актуальна. Причем не только для начинающих трейдеров. Мы будем далее говорить сейчас о том, что, к сожалению, ошибки присущи далеко не только начинающим трейдерам. Даже опытные участники рынка, профи, которые торгуют в крупных компаниях, на средства, опять же, инвесторов, допускают, казалось бы, очень банальные ошибки, которые порой доводят до того, что прибыль, которая складывалась на протяжении многих торговых дней, может быть потеряна всего лишь за один день. Конечно, не нужно сравнивать нас с профессиональными трейдерами, потому что есть одно важное отличие. Во-первых, всегда за торговлей профи смотрит и наблюдает риск-менеджер, так называемый. Это специальное лицо, специальный человек в компании, который может попросту запретить торговлю и сказать, что, например, тебе, Вадим, на сегодня торговать хватит, потому что ты уже, скажем, превысил свой дневной лимит, либо просто твои сделки сегодня не по системе, выполнены очень плохо, и поэтому тебе нужно отдохнуть. В связи с этим наша проблема, тех, кто торгует, скажем, например, из дома, либо занимается этим в дополнение к основной деятельности, наша проблема в том, что нам некому сказать «хватит, стоп, пора остановиться на сегодня». И вот на самом деле это очень важный момент, потому что всё-таки, вот мы опять же чуть далее будем об этом говорить, но чаще всего встречается проблема, когда после одной-двух неудачных сделок мы начинаем уже полностью попадать под власть эмоций. Это вызывает что? Мы начинаем, прежде всего, увеличивать объём. У нас есть желание поскорее отыграть. Вот именно что отыграть, потому что мы обычно всё-таки работаем, не играем на этом рынке. Игрой это назвать можно только в редких случаях. Но в такие моменты именно появляется желание отыграть эти убытки, увеличить объём сделки, необдуманно, может быть, поторопиться, ввозя в рынок. И ситуация, как вы понимаете, от этого редко. Становится лучше. Чаще всего мы наблюдаем только ухудшение нашего состояния торгового счёта в такие моменты. Поэтому, конечно, это всё относится к отчасти психологии трейдинга, о чём мы тоже говорим в ходе наших занятий. Ну и, конечно же, это относится к основным ошибкам начинающих трейдеров. Я думаю, что будет удобнее, если я сейчас запущу демонстрацию рабочего стола и включу презентацию именно на моём компьютере. Также, пожалуйста, сообщите, видно ли вам будет мой рабочий стол. Вот, например, сейчас видите ли вы торговый терминал на моём мониторе. Сообщите, пожалуйста, тоже об этом, поставив плюсик. Да, спасибо, Марина. Да, запускаем презентацию. Да, здесь, я считаю, довольно полезный материал сосредоточен. Итак, вот давайте начнём по порядку, да, систематизировать те ошибки, которые чаще всего мы встречаем у своих клиентов, да, и чего, конечно же, не хотелось бы видеть у вас, да. Начнём с использования слишком большого кредитного ключа в торговле. Ну, здесь, на самом деле, мы сегодня будем говорить о таких довольно простых, казалось бы, вещах на первый взгляд. Но, как оказывается, именно вот эти простые вещи, всё гениальное просто, да, как говорится, именно простые вещи и порой становятся причиной неуспешной торговли. Да, вот, поэтому сколько бы ни говорилось о том, что нужно использовать именно грамотное кредитное плечо, да, это тот инструмент, который позволяет нам открывать сделку объёмом, который значительно превосходит размер нашего собственного депозита. И, конечно, это огромная возможность, да, огромная возможность для заработка. Вот, но и с другой стороны, да, обратная сторона медали, что это и огромные риски, да, в свою очередь, которые мы, конечно же, можем регулировать и управлять ими, да. То есть максимальное кредитное плечо в компании «Амаркетс» – 1 к 500. Да, я думаю, вы знаете об этом, знакомились с условиями на сайте компании. Но, тем не менее, несмотря на столь большое кредитное плечо, да, рекомендуемое составляет 1 к 20. Вот, опять же, чем вызвано большое кредитное плечо по умолчанию, да, 1 к 500 в компании? Это сделано для того, чтобы у вас взымался минимальный залог при открытии сделки. То есть, ну, я думаю, что вы тоже знакомы уже с этой зависимостью, да, с этой корреляцией, что чем больше кредитное плечо, тем меньше ваше залоговое обеспечение при открытии каждой сделки. Вот, поэтому вот плечо 1 к 500 позволяет буквально при открытии сделки минимальным объемом, да, там, обеспечить залог всего лишь в 2,5-3 доллара, что позволяет, опять же, держать большую часть своих средств свободными, да, то есть у вас свободная маржа находится на допустимом уровне. То есть, несмотря на то, что мы имеем эту возможность, да, брать на себя большой риск, да, тем не менее мы должны очень грамотно распоряжать. Так, да, я прошу прощения, были опять небольшие проблемы со соединением. Пожалуйста, скажите, сейчас видно рабочий стол? Потому что могла демонстрация рабочего стола прерваться вот после этого разрыва. Да, отлично, можем продолжать. Да, спасибо. Спасибо, Дмитрий. Итак, мы говорили о том, что кредитное плечо, да, это наша, с одной стороны, большая возможность, наш инструмент, да, который мы можем использовать для максимизации своих прибыли, но это тот инструментарий, который нужно очень грамотно использовать, да, в своей торговле. Все, опять же, это решается, да, путем подсчета наших рисков, вот что мы далее сейчас и рассмотрим. Помимо этого, хотелось бы сразу сделать небольшое отступление в пользу рассмотрения анализатора торговли. Да, это тот инструмент, который доступен клиентам компании «Амаркетс» совершенно бесплатно, да, в вашем личном кабинете на сайте компании в разделе «Сервисы» есть анализатор торговли. Что он из себя представляет? Да, мы можем прямо сейчас перейти, я вам покажу на примере данный инструмент, да. Вот мы можем видеть счет, да, это произвольный демо-счет, то есть не нужно обращать особое внимание, да, на его параметры, вот, и даже на те цифры, которые сейчас здесь представлены, тоже, может быть, не стоит, да, какое-то пристальное внимание обращать, но нужно для себя определить, что может быть вам полезно, да, что вы можете использовать. То есть, во-первых, у нас, опять же, указано максимально используемое кредитное плечо, да, среднеиспользуемое плечо, ну, вот мы видим, что по данному счету, например, торговля велась очень агрессивно, да, что и привело, может быть, к не самым лучшим результатам. Среднее плечо, да, мы видим, довольно высоким было, что повлекло за собой, да, довольно приличные просадки, да, по счету. Вот, то есть, мы можем с вами видеть кредитное плечо, да, которое мы используем, и помимо этого мы можем видеть самое главное, да, вот, что я бы хотел для вас отметить, и чем я и мои коллеги регулярно пользуемся, это именно рекомендации, да, то есть данный сервис поставлен таким образом, что автоматически система, и мы в том числе, да, формируем для вас ценные указания, советы. То есть мы говорим, да, на что нужно обратить внимание, в чем может быть проблема, да, за счет чего можно повысить эффективность торговли, причем даже без изменения, там, торговой стратегии, например, коренным образом, да, то есть если вы использовали, скажем, пробой уровней, да, либо отбой, либо какой-то индикатор, например, да, то вы также можете продолжать их использовать. Это не означает, да, что вы должны поменять фундамент, да, своей торговой стратегии, но в то же время это позволит внести некоторые коррективы. Ну, например, да, вы используете слишком большое кредитное плечо, да, вот то, что мы уже с вами отметили. Помимо этого, например, вот вы можете не ставить стоп-лосс, да, в каждой сделке, а делать это в 26% открытых сделок. Ну, что, кстати, тоже неплохо, потому что есть трейдеры до сих пор, да, несмотря на все наши советы, которые не ставят стоп-лосс в принципе, да, ни в одной из своих сделок, поэтому 26% сделок без стоп-лосса – это еще не самый худший показатель. Следующее. Вы допускаете просадку по эквити, да, мы опять же возвращаемся к тому, что высокое кредитное плечо влечет за собой большие убытки, да, пусть и наши потенциальные прибыли тоже могут быть весомыми, тем не менее, если мы хотим с вами в долгосрочной перспективе не просто оставаться на плаву, а быть стабильно зарабатывающими трейдерами, да, то мы должны очень точно придерживаться этих правил. Ну, скажем, вот опять же, чуть забегая вперед, да, риск на сделку не должен превышать, скажем, 3% от вашего депозита, да, это означает, что даже если вы совершите 10, 20 и даже 30 убыточных сделок, причем подряд, да, только в этом случае вы потеряете ваш депозит. Ну, как вы понимаете, если у вас есть проверенная на истории, да, торговая стратегия, которую, опять же, вы используете, да, которая дает вам определенное положительное, да, ожидание, то, конечно, у вас 30 отрицательных сделок подряд быть не может. Это абсолютный нонсенс, да, в таком случае будет. Вот, другое дело, если вы отклоняетесь, опять же, от своей стратегии, да, что также является одной из самых частых ошибок начинающих, и пытаетесь торговать все подряд, да, так называемая переторговка. Вот, но к этому мы перейдем, опять же, чуть позже. Вот, нужно еще отметить, что в рекомендациях, да, отражены и плюсы, да, то есть у вас не обязательно может быть все плохо, да, и в любом случае есть те моменты, которые вы уже соблюдаете. Например, опять же, используете допустимое количество торговых инструментов, да, и соблюдаете положительное соотношение потенциальной прибыли к потенциальному риску, вот если мы говорим об этом счете, да. Вот, возвращаемся к нашей презентации. Анализатор торговли мы отчасти разобрали. Я вам рекомендую все-таки еще в личном кабинете, да, вашем войти в этот сервис и детально посмотреть, что там у вас есть вообще, да, в принципе, какие показатели там существуют, на что стоит обратить внимание. Опять же, рекомендации, да, можете рассмотреть. И если вдруг у вас появятся какие-то вопросы по цифрам, да, которые там представлены, вы всегда можете обратиться в компанию, да, любым удобным способом, будь то телефонный звонок, электронная почта, онлайн-чат, да, либо задать вопрос даже в коде нашего вебинара. И для того, чтобы, опять же, получить, да, какие-то дополнительные разъяснения, то есть на что стоит обратить внимание. Хотя, опять же, учитывая, что вот эти вот ошибки, да, они являются чаще всего довольно простыми, вы, может быть, и сами уже все их знаете, да, но вот как начать использовать эту информацию, да, это знание, вот это уже как раз-таки следующий вопрос, да. Вот мы постепенно переходим к следующей ошибке, да, которая отчасти уже была рассмотрена, это отсутствие уровня стоп-лосс, ну, точнее, отсутствие такого ордера, да. Стоп-лосс, конечно же, мы рекомендуем ставить в каждой сделке, потому что если вы заранее не знаете свои риски, да, то это, опять же, очень неправильно. Почему? Потому что в любой момент может произойти резкий импульс, да, движение цены не в вашу сторону, да, и в таком случае, конечно же, если мы будем закрывать сделку вручную, может быть убыток гораздо больше, нежели он был бы, если бы мы установили стоп-лосс, да, изначально. Вот, как я уже отмечал, да, 3%, да, ну, 5% это уже много, да, несмотря на то, что здесь указан уровень стоп-лосс 3-5% от основного капитала, все-таки я бы даже назвал этот диапазон как 1-3%, да, то есть лучше снизить риски, да, пусть прибыль будет при этом тоже чуть меньше, да, да, но если мы будем показывать стабильные результаты, размер депозита всегда может быть увеличен, да, и наша прибыль тоже будет также в таком случае увеличиваться, да, при увеличении депозита, при увеличении постепенном, да, опять же, нашего объема торговли, вот, поэтому 1-3% это вот те цифры, на которые лично я ориентируюсь и также советовал бы вам обратить внимание и рассчитывать, да, свои показатели риска именно таким образом, да, вот на данном слайде представлен расчет, предположим, да, если ваш депозит составляет 1000 долларов, то 3% от этой суммы будет 30 долларов, да, как мы можем посчитать, после этого мы считаем, да, каким объемом мы можем входить в сделку, но здесь нужно еще отметить для себя то, вот согласно нашему торговому плану, да, какое количество сделок мы можем открывать в день и какой риск при этом мы закладываем в каждую из них. Ну вот, исходя из данной информации, да, если у нас 30 долларов лимит потерь на день, то мы можем сделать три сделки, в каждой из которых наш допустимый максимальный убыток может быть не более чем 10 долларов, да, либо можем сделать 6 сделок по 5 долларов каждая с убытком, да, потенциальным. Вот, и, конечно, совершить, опять же, 6 сделок подряд убыточных, это нужно постараться, да, то есть, опять же, если мы используем какую-то проверенную торговую стратегию, либо паттерн, да, ценовую модель, то, конечно, 6 убыточных сделок подряд ситуация крайне редкая, да, поэтому вот другое дело, что необходимо найти оптимальную точку, да, для входа в рынок, в сделку, чтобы наш стоп-лосс соответствовал нашим критериям, да, которые мы задаем изначально. Вот, опять же, может быть, на первый взгляд очень простая информация, но почему-то, почему-то далеко не все, да, следует данным советам. Вот следующие, да, ошибки новичков, которые мы… Ну, опять же, новичков очень условно, потому что многие, как я уже отмечал, да, трейдеры с большим опытом допускают эти ошибки, да, опять же, вследствие каких-то эмоциональных потрясений, да, то есть вот мы отмечаем, что большое количество используемых торговых инструментов также не совсем допустимо, да, но здесь, опять же, нужно сделать определенную ремарку, да, то есть может быть ситуация, когда мы просто торгуем все подряд, да, так называемая переторговка, вот что, может быть, я покажу вам на примере, да, вот как это происходит обычно. Прямо на примере поведения цены какой-нибудь валютной пары, да, можем далее рассмотреть. И не нужно путать, опять же, переторговку с тем, когда мы намеренно перебираем графики множества инструментов для того, чтобы отыскать именно нашу ценовую модель, то есть наш паттерн. Например, мы говорим часто о том, что, скажем, уровни поддержки и сопротивления, либо производные, да, от них фигуры графического анализа очень хорошо себя отрабатывают, да, что подтверждается, опять же, статистикой того же сервиса Авточартист, да, который позволяет 70% сделок скрывать в плюс, то есть дает такие возможности торговые. И, к примеру, у вас есть какая-то любимая графическая фигура, да, скажем, треугольник, и вы торгуете только пробой треугольника, да, по направлению тренда, предположим, да, как мы и советуем это обычно делать. Вот, и может вполне быть так, что на основных валютных парах в течение торгового дня такой ситуации нет, да, а вы торгуете только данный паттерн, что, опять же, правильно, потому что вы не распыляетесь на множество ценовых моделей, да, вы точно знаете, что именно вы торгуете и что вам нужно, потому что, опять же, у вас есть подтвержденная статистика, да, история, и вы уверены в себе, уверены в этой потенциальной сделке. И вот в таком случае, если у нас на основных валютных парах нет этой ценовой модели, конечно, мы можем, перейти даже в X-Station, да, где более полутора тысяч торговых инструментов представлено, вот, и посмотреть там даже на акциях, скажем, либо индексах наш паттерн, да, основной, скажем, треугольник, попытаться там его отыскать. И в таком случае, вот, я считаю, что это не будет ошибкой, потому что мы очень дисциплинированно подходим к нашей торговле, да, и используем только одну ценовую модель. Вот, если же мы просто перебираем огромное количество инструментов и на каждом что-то торгуем, да, сразу, то есть увидели одну пару, открыли сделку, увидели вторую пару, также открыли сделку, то это, конечно, не очень правильно, да, здесь все упирается, опять же, в дисциплину, да, вот, в серьезность нашего подхода к торговле в целом. Вот, ну, то же самое касается и количества одновременно открытых позиций. Также это соотносится с тем уровнем риска на день, который у нас есть, да, если мы предполагаем, что не можем потерять более, скажем, 30 долларов в день, да, то мы должны так рассчитать все наши сделки, да, провести расчеты, чтобы не превысить данную цифру, данный показатель. Вот. Также хочу напомнить, что вопросы приветствуются, да, в ходе вебинара. Вы можете задавать их, да, в том числе, может быть, какие-то пожелания по предстоящим темам, да, которые нужно осветить. Вот, и мы обязательно рассмотрим ваши пожелания, да, вот прямо сейчас, либо в одной из наших следующих встреч, да. Пока же продолжаем и говорим о том, что... О том, что должно быть правильное соотношение потенциальных убытков, да, к потенциальной прибыли. Вот минимум один к трем. Да, что это означает? Если, вот, опять же, перейдем в торговую платформу, да, то можем уже на реальном примере, да, рассматривать, рассматривать, как именно это работает, да. Предположим, мы с вами сегодня торгуем пару доллар-иена, да, торгуем внутри дня, используем даже пусть будет пятиминутный график. Вот ситуация, которую мы разбирали с вами неоднократно. Цена закрепляется ниже облака и шумоку, да, например. Что означает разворот тренда, да, в моменте. И говорит о том, что очень вероятно дальнейшее снижение цены, да. То есть мы пытаемся найти хорошую точку входа на продажу. Так вот, мы оцениваем, да, в каждый конкретный момент времени наш потенциал. То есть куда мы поставим стоп-лосс и куда мы выставим тейк-профит, ну, либо вручную, где будем закрывать сделку, да, при достижении каких уровней. Если со стоп-лоссом все более-менее понятно, да, он выставляется за ближайший сильный уровень, либо за просто облако и шумоку, да, если мы торгуем по этому индикатору, да. Скажем, вот здесь, когда цена закрепилась уже ниже и долгое время держалась, да, ниже облака, и более того, даже обновляла минимумы свои локальные, можно было говорить о потенциальных продажах. Так вот, разместили мы, скажем, стоп-ордер за линию облака, да, на расстоянии, скажем, 10 пунктов, да. То есть вот, например, здесь мы входим по, ну, даже вот давайте вот здесь, позже мы входим, да, когда увидим, что минимумы обновляются. Входим по цене, там, 168, да, при этом размещаем стоп-лосс по цене, например, 178, да, то есть вот за линию облака и шумоку. То есть наш стоп-лосс 10 пунктов. Это означает, что если мы придерживаемся правильного соотношения, да, риск-реворд, как он называется, да, то наша прибыль должна быть хотя бы 30 пунктов. После чего мы смотрим, если мы вошли по 68, да, 30 пунктов, это будет 38. И вообще смотрим, есть ли потенциал, да, этого снижения, до этих уровней. Это можно проверить по прежним движениям цены. То есть мы видим, что довольно сильный уровень здесь, да, вот на 61. Но затем, если вот цена его пробивает, то следующие уровни у нас как раз по 50, да, и по примерно 40. То есть если цена, мы предполагаем, что дойдет до вот этой границы, да, в 40, либо 38, как нам нужно, то это означает, что наша сделка спланирована грамотно. То есть наше соотношение потенциальной прибыли к убыткам соблюдается. Да, это означает, что можно смело входить в рынок, потому что, опять же, сделка соответствует нашему торговому плану и, конечно же, соответствует параметрам риск-менеджмента, да, что очень правильно. Вот, поэтому далее переходим к, ну, такому ряду советов, да, для трейдеров, причем любого уровня подготовки. Да, то есть опять же нужно знать, вот определите свой психотип, это скорее к тому посыл, что вы должны знать себя, да, то есть проводить определенный самоанализ. В ходе трейдинга, торговли нужно понимать свои сильные и слабые стороны. Например, если вы знаете, что после двух-трех убыточных сделок подряд у вас есть желание увеличить объем, да, в несколько раз и попытаться за одну сделку закрыть все эти убытки, да, и даже оказаться в плюсе, то нужно с этим желанием бороться, да, как просто выключать торговый терминал и не подходить к нему. Конечно, для этого нужна определенная сила воли, да, подготовка, но, опять же, вы должны перед глазами держать долгосрочный план, да, развитие. Если мы, опять же, не будем четко следовать торговому плану, да, о чем речь идет во втором пункте, если мы не будем четко придерживаться наших параметров риск-менеджмента, то в перспективе то, чем мы занимаемся, просто бесполезно, да, то есть нужно пожалеть в таком случае, да, потраченное время, вот, и более серьезно отнестись к данному занятию, да. Опять же, уменьшить по возможности роль эмоций, но это также связано с торговым планом. Если вы точно заранее знаете, знаете, просчитали, да, свои риски на день, вы знаете, свои потенциальные прибыли, которые можете получить, то эмоции сами по себе могут отойти на второй план, потому что в таком случае на первый план, опять же, выходит ваше видение, да, согласно плану, согласно вашим параметрам риск-менеджмента, то есть вы точно знаете, что если вы совершили, скажем, две сделки убыточных, да, то независимо от того, какие желания и эмоции у вас есть, нужно закрыть терминал, да, и больше сегодня не торговать. Вот, ну, также вот на устранение роли эмоций, да, влияет так называемая визуализация. Это есть в книгах и доктора Стинбарджера, да, которую мы обычно советуем прочитать, «Самоучитель трейдера» она называется. Вот, чуть далее сейчас я тоже, думаю, дам вам на нее, ну, не ссылку, а просто информацию, да, где вы можете посмотреть эту книгу, да, и при желании приобрести, да, либо скачать. Вот, то есть визуализации вы должны просто представить себе, да, как вы поведете себя в той или иной ситуации. Например, что вы будете делать, если у вас, скажем, низко сделок закрылись в плюс, в хороший плюс, да, как вы себя будете чувствовать, что при этом будете делать дальше, торговать либо нет, и что вы будете делать, если у вас, скажем, какая-то есть черная полоса, да, из низких неудачных сделок. Вот, ну, адекватное отношение к рынку скорее приходит с опытом, да, опять же, вот, поэтому, конечно, на начальном этапе сложно ориентироваться, да, вот во всех моментах, тенденциях, но, опять же, мы в ходе своих вебинаров делаем все для того, чтобы вы имели полное представление, да, о всестороннем анализе, да, рынка, чтобы у вас имелось представление из точки зрения фундаментального анализа и, конечно же, была хорошая подготовка в области теханализа тоже, да. Вот, обязательно проводить анализ закрытых сделок, это, вот, опять же, то, что отличает многих профессионалов от любителей, да, от трейдеров-любителей. Каждый профессионал обязательно после торгового дня проводит тщательный анализ всех своих сделок. Более того, делают даже скриншоты, да, пометки на этих скриншотах, где отмечают, что могли бы сделать еще лучше, что сделали неправильно, да, это позволяет, конечно же, очень хорошо развиваться, да, в этом направлении. Вот, ну и делать паузу после неудачных трейдов, я думаю, тоже такой совет очень важный, потому что, опять же, порой бывает очень неприятно, да, на душе, да, и портится настроение, когда мы совершаем, там, одну, две, ну, даже две-три, скорее, да, подряд убыточных сделки. Вот, в таком случае мы чувствуем себя, опять же, подавленным, да, но это еще полбеды, опять же, вот то, что мы с вами сегодня отмечали. И главное, чтобы не было в таком случае желания поскорее отыграться, увеличить объем сделки, войти в первый попавшийся инструмент, да, просто для того, чтобы, как нам кажется, быстро вернуть то, что, там, скажем, мы отдали, да, в какой-то день. Вот, только дисциплина в этом случае может помочь, да, да, нужно, опять же, держать перед глазами нашу долгосрочную цель, да, планку, то, что мы хотим стабильно зарабатывать на финансовых рынках, да, поэтому, если мы не будем следовать параметрам риск-менеджмента, то в долгосрочной перспективе все это не имеет смысла, да, и поэтому мы должны сделать, опять же, работу над ошибками сегодня, да, понять, что мы сделали неправильно и двигаться дальше уже со следующего дня, да, например. Но ни в коем случае не пытаться сегодня, сиюминутно, да, совершить какие-то импульсивные трейды и забрать, как нам кажется, легкую прибыль, да, но по факту чаще всего это не приводит к хорошим, не приводит к положительному исходу, да, уж поверьте, моему опыту и опыту моих коллег все-таки мы имеем дело с большим количеством клиентов и хотим, чтобы вы не повторяли ошибок, да, через которые проходят большинство начинающих трейдеров, в том числе через которые прошли и мы в свое время, да. Вот, еще раз напомню, что книга, которую я бы советовал вам прочитать, написана автором, которого зовут Брэд Стин Барджер и называется она «Самоучитель трейдера». Вот можем прямо сейчас набрать, да, в поисковой строке. Да, вот уже сразу открывается эта ссылка. Да, вот так вот выглядит эта книга, я бы вам советовал, конечно же, ее прочитать, потому что там представлен очень обширный инструментарий, да, для нас, как для трейдеров, как мы можем повысить эффективность своей торговли, да, вот, причем там речь идет не о какой-то торговой стратегии, да, которая там сделает вас миллионером, там, за неделю или за месяц, да, вот, что мы часто видим на рекламных плакатах, а именно вот позволит за счет наших внутренних резервов, нашего эмоционального отношения к трейдингу, нашего поведения, да, вот за счет этих моментов позволит сделать наш трейдинг гораздо более эффективным. Вот, на этом, пожалуй, на сегодня я рассказал все то, о чем планировал. Опять же, если будут появляться дополнительные вопросы, да, то мы, конечно же, рады будем вам помочь, на них ответить. И, опять же, задать вы можете их любым удобным для вас способом. Еще раз, да, хотелось бы подвести некий итог сегодняшней встречи. Да, мы обсудили основные ошибки трейдеров, причем независимо от того, начинающими трейдерами они являются, да, либо уже с солидным опытом торговли. И, опять же, все эти ошибки сводятся к довольно банальным, простым вещам, которые, на первый взгляд, очень просто и легко выполнять, но которые в силу различных обстоятельств порой нами не выполняются, да. Вот, поэтому только в наших силах исправить вот эти моменты до своего трейдинга, которые позволят, опять же, сделать нам его гораздо более эффективным. Вот, опять же, напомню про анализатор торговли, потому что там как раз-таки вы можете именно индивидуально для вас, да, увидеть моменты, на которые стоит обратить внимание. Вот, возможно, это слишком высокое кредитное плечо, да, либо где-то не ставите стоп-лосс, да, что тоже очень важно. Где-то, может быть, слишком много инструментов используете, да, торговых, что может быть верно только вот в определенных моментах, да, о которых мы тоже сегодня говорили. Вот, поэтому, конечно, вот ключевой момент здесь – это работа над собой, да, самоанализ. Мы, опять же, должны точно знать свои сильные и слабые стороны по возможности, развивая, опять же, наши достоинства, да, и устраняя наши какие-то недостатки. Вот, поэтому на сегодня, пожалуй, это всё то, о чём я хотел вам рассказать. Завтра в это же время, 7 часов по московскому времени, да, мы с вами встретимся вновь, вот, и обсудим уже такие моменты более практического содержания. Завтра будем говорить о графическом анализе. Вот, проведём комплексный всесторонний анализ основных валютных пар, исходя из графического анализа, да, фигуры, я думаю, мы с вами уже подробно изучили, да, в прошлых занятиях, вот, поэтому завтра будем анализировать, прям в режиме реального времени на основе основных, на основных валютных парах, да, будем строить наш анализ, да, и принимать уже торговые решения. Вот, поэтому, я думаю, будет очень интересно, опять же, для тех, кто не знает, да, есть сервис AutoChartist, тот же, который можно посмотреть в личном кабинете, да, перед завтрашним занятием, вот, чтобы вы уже могли, опять же, ориентироваться в тех фигурах, да, основных, которые существуют. Вот, ну, это вот, опять же, на перспективу, да, такое, может быть, небольшое задание, опять же, хотя я думаю, что вы уже ознакомились с данным сервисом. Вот, на этом бы хотелось завершить, всем спасибо, что были с нами сегодня, надеюсь, данный материал был для вас полезен, и увидимся, да, всего доброго, всем успехов в торговле, до свидания. Спасибо.